Нихао, товарищи! Сегодня мы с вами на Маков Нет будем разбираться с китайской колонкой Xiaomi Mi Bluetooth Speaker 2-го поколения, которая замечательно подойдет в качестве подарка к Новому году. Давайте начинать! Ребята из Xiaomi продолжают клепать самую разную технику, начиная от портативных USB-вентиляторов, заканчивая телефонами, телевизорами и вот даже Bluetooth-колонками. У нас на руках сейчас второе поколение Xiaomi Mi Bluetooth Speaker. Как понятно из названия, колонка беспроводная поставляется в такой совершенно обычной белой коробке, в которой находится чехол и непосредственно сама колонка. Цвета колонок есть самые разные и объединяет их то, что они настолько яркие, что прям вот хочется займить их сразу и все. У нас сегодня бирюзовая, наверное, колонка. Я, честно, затрудняюсь назвать точно этот цвет, но она тоже яркая, такая же классная. Ну и, конечно, кроме бирюзового цвета есть и золотые, белые, красные, розовые, самые разные на любой вкус и цвет. Давайте попробуем разобраться, чем эта колонка интересна и почему, например, стоит обратить внимание на нее, а не на ее прямого конкурента Jambox Mini. Упаковано все это китайское сокровище в алюминиевый корпус, очень приятный шершавый алюминий, повторюсь, самых разных цветов. Весит 270 граммов, а по размерам, ну, честно скажу, она маленькая. Она объективно маленькая, удобная, ее всегда можно брать с собой куда угодно. На самом деле, в любую сумку эта колонка поместится. Передняя панель прикрывает два 36-миллиметровых неодемовых динамика плюс сабвуфер, которые звучат для такой крохи вполне себе сносно, более даже чем. Единственное, что на передней панели у нас еще есть, кроме решетки, это логотип Mi. Справа кнопка включения, которая также выполняет функцию play и pause. Вокруг нее светодиодное кольцо, которое показывает уровень заряда аккумулятора, емкость аккумулятора, кстати, составляет 1500 мАч. И вы сможете слушать музыку с таким аккумулятором на протяжении часов эдак даже 8. Заряжается все это сокровище у нас от стандартного microUSB провода. Чуть ниже кнопки увеличения и уменьшения громкости, которые также теперь могут использоваться и как следующий и предыдущий трек. И кнопка включения и выключения Bluetooth. Если на нее нажать, то колонка начинает бодро лопотать что-то там на китайском. Мои познания в китайском не настолько хороши, чтобы перевести вам, что она только что сказала. Если вы знаете китайский, то, пожалуйста, напишите в комментариях. С другого торца у нас линейный 3,5 мм разъем AUX-IN. Под ним микрофон, потому что эту колонку можно использовать непосредственно как гарнитур к вашему смартфону и с помощью нее отвечать на звонки. А снизу вот тот самый microUSB разъем для зарядки. И, что самое интересное, разъем для microSD карточки. То есть эта штуковина, эта колонка, она абсолютно автономна. Даже если у вас нет смартфона, вы сможете засунуть туда карточку с вашей любимой музыкой и наслаждаться воспроизведением последнего альбома, например, Ивана Дорна, если вам это нравится по какой-то причине. Очевидно, на нижней и на задней части у нас практически ничего нет. Сзади какие-то непонятные иероглифы, логотипы Mi. А снизу две прорезиненные ножки для того, чтобы, если вы поставите эту колонку, она никуда не уползла со стола в случае, если вы будете очень громко слушать музыку. А, кстати, на максимальных уровнях она достаточно ощутимо вибрирует. Все-таки встроенный сабвуфер дает о себе знать. Непосредственно к смартфону колонка подключается с помощью Bluetooth. Делается это абсолютно просто и совершенно ничем не отличается от сопряжения каких-либо других устройств. Вы включаете Bluetooth на обоих устройствах, находите в списке доступных устройств нужную нам колонку, которая называется какими-то там веселенькими иероглифами. Жмете подключиться и вуаля, вы сможете слушать музыку непосредственно уже на колонке. Магия. Стоимость этой колонки в Китае составляет порядка, ну, может быть, чуть больше 30 долларов. В нашей рознице российской эти 30 долларов магическим образом превращаются в 3, а то даже и 4 тысячи рублей. В любом случае, цена, как нам кажется, даже достаточно оправданная, потому что устройство качественное, качественное и особых нареканий к нему, в общем-то, даже и нет. Что касается качества звучания этой малышки, то, понятно, звезд с неба она хватать ни в коем случае не будет, хотя бы из-за того, что ее размеры не позволяют туда вкорячить хоть сколько-нибудь значительные динамики. Но! Стоит отметить, что несмотря на то, что она крохотная, она достаточно громкая, и ее звучание не вызывает какого-то отвращения, что ли. То есть, вы знаете, я включил, мне понравилось, и вот конкретно такую штуку я бы не постеснялся подарить кому-нибудь из своих близких, друзей, знакомых, да даже самому себе, потому что она маленькая, легкая, выглядит симпатично, играет долго, да. Чего еще желать от портативной блютуз-колонки? Напишите в комментариях, что вы думаете. До встречи на маков нет, и с наступающим вас Новым Годом! Пока-пока! Новым Годом! Новым Годом! Новым Годом!